Бейчанин Бейчанин оставил без денег организацию, которая выдает горожанам микрозаймы. Молодой человек не мелочился. Чтобы не терять времени и успеть уйти незамеченным, он прихватил с собой металлический сейф. О том, сколько там было денег и на что он их потратил, расскажем вам в ближайшие 15 минут. Итак, вы смотрите Участок 112 в студии Евгений Плохотин. Здравствуйте! Сегодня в программе. И снова остриг работодателя парикмахер в очередной раз подорвал свою и без того подмоченную репутацию. Врач не назначал. Бейчанин за незаконный оборот наркотиков пойдет под суд. Молодая бейчанка напала на 70-летнего пенсионера. Что между ними было общего и чем все закончилось? Скрыть улики от них не получится. Они восстанавливают картины преступлений и все ради того, чтобы найти виновного. Какая она работа следователя-криминалиста. Итак, начнем. В Бииске задержан серийный вор. Объектом внимания злоумышленника были только гаражи. Он вскрывал буксы и похищал все самое ценное. По всем фактам в полиции уже возбудили уголовные дела. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была собрана свидетельская база. Она позволила установить личность подозреваемого бейчанина. Вскоре его задержали. При осмотре его места жительства полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. Под грузом предъявленных улик задержанный дал признательные показания по двум фактам. Однако сейчас отрабатывается версия, что он может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Индивидуального предпринимателя оставили без крупной партии товара. Ночью в гараж, где хранились запасы сигарет, залезли неизвестные. Заходить через дверь они не стали. Они пошли другим путем. Разобрали по кирпичам заднюю стенку. Небольшой лаз в гараже заметил председатель кооператива. Он сразу же сообщил хозяину. О том, сколько пропало табака, предприниматель сразу ответить не смог. Злоумышленники, судя по всему, знали, куда и зачем шли. Свой преступный замысел осуществили в ночное время. Сейчас по данному факту проводится проверка и ведутся поиски подозреваемых. Парикмахер снова подорвал свою и без того подмоченную репутацию. Полицейские Бийска задержали мастера-стилиста, а теперь уже и рецидивиста. Парень не только стрик клиентов, но и своих работодателей. Задержанный 33-летний рубцовчанин, работавший в одной из парикмахерских нашего города, воспользовался доверием своего хозяина и похитил из кассы дневную выручку, а также прихватил имущество на общую сумму 10 тысяч рублей. Это уже не первый подобный факт, совершенный подозреваемым. Отметим, что в августе он совершил аналогичную кражу в одном из Бийских салонов красоты, в котором на тот момент работал мастером. Родные пожаловались полицейским на неадекватное поведение своего родственника. Парень очень часто злоупотреблял наркотиками и не давал спокойной жизни. Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы застали мужчину в наркотическом опьянении. Позже это подтвердили и результаты проведенного медицинского освидетельствования. При осмотре места жительства подозреваемого была обнаружена металлическая посуда со следами гашишного масла и полиэтиленовый пакет, в котором, по заключению экспертов, находилась марихуана весом 71 грамм. А это уже уголовное дело. По решению суда за употребление наркотиков без назначения врача, правонарушитель арестован на двое суток. Участок 112 мы продолжаем. Смотрите далее в программе. Молодая бейчанка напала на 70-летнего пенсионера. Что между ними было общего и чем все закончилось? Скрыть улики от них не получится. Они восстанавливают картину преступлений и все ради того, чтобы найти виновного. Какая она работа следователя-криминалиста? Утащил металлический сейф. Бейчанин оставил без денег организацию, которая выдает горожанам микрозаймы. Бейские полицейские объявили в розыск бейчанку, которая тайком через кассу протащила две бутылки элитного алкоголя. Все происходящее попало в кадр камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале. Вот смотрите. Два движения делают одной рукой. Вот смотрите. Раз, два. Взяла. И смотрите, сейчас она здесь положит. И вот здесь хорошо видно, она побежит. По сторонам смотрит. А я в ту сторону. Ну, пошел. Синюю шапку принял, да? Черный. Вот и вот парень. Вот и вот парень. Парень как-нибудь там мечет. Парень остался. Судя по записи, женщина, которая складывала в свою сумку алкоголь, не так уж и молода, скажу я вам. На вид подозреваемой в краже алкоголя примерно лет 40-45, среднего телосложения. Одета в черную куртку и розовый берет. Если вы узнали в этой женщине свою знакомую или соседку, просьба обратиться в ближайшее отделение полиции, либо позвонить по телефону 112. Добавим, что женщина с открытой витрины похитила две бутылки виски. А в другом конце города молодая бийчанка напала на 70-летнего пенсионера. Как пояснил потерпевший, незадолго до этого происшествия он познакомился с девушкой. Общаясь с ним, она рассказала своему новому знакомому, что накануне был тяжелый день и сейчас она болеет с похмелья. Мужчина предложил выпить водочки. Девушка с горящими глазами, конечно же, согласилась. В ближайшем магазине они купили спиртное и отправились на соседнюю лавочку. Ну как, вот сидели, выпили. Вот. Мило беседовали, распивали горячительный напиток. После девушка как с цепи сорвалась. Она выхватила из рук пенсионера кошелек и побежала. Мужчина попытался догнать хамку, схватил ее за куртку, но девушка смогла вырваться и уже без верхней одежды скрылась. Отметим, что в похищенном кошельке было почти 3000 рублей и банковские карты. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой и задержали ее. Оказалось, что девушка уже неоднократно была судима и сейчас ей снова светит. Срок в местах не столь отдаленно. За решетку, за наличные в Бийске молодой человек, ранее неоднократно судимый, в том числе и за кражу, зашел в офис, где выдают микрозаймы населению и утащил металлический сейф с деньгами. Все произошло ночью. Парень хотел остаться незамеченным, но не учел одного. Его снимала камера видеонаблюдения. В металлическом сейфе, который унес Бийчанин, находилось больше 60 тысяч рублей, а также финансовые документы. Уже утром ящик нашли недалеко от места совершения преступления. Злоумышленник из него забрал только деньги. Оперативники при просмотре записи камеры видеонаблюдения установили личность подозреваемого, который ранее уже имел проблемы с законом, и его личность хорошо была известна сотрудникам правоохранительных органов. Уже на следующий день подозреваемого задержали. У него изъяли новую одежду и обувь, которые, по словам парня, он приобрел на похищенные деньги. Кроме того, в ходе дальнейшего разбирательства задержанный написал явки с повинной и еще по двум кражам, зарегистрированным в октябре. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый молодой человек сейчас арестован. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Скрыть улики от них не получится. Они восстанавливают картины преступлений и все ради того, чтобы найти виновного. Следователи-криминалисты отметили свой профессиональный праздник. С добытчиком улик сотрудникам краевого отдела криминалистики следственного управления встретилась наша съемочная группа. Расследование порой даже самого простого уголовного дела сегодня невозможно без следователя-криминалиста. Это люди, которые не только видят то, чего не замечают другие. Это люди, от которых ничего невозможно скрыть. Это эндоскоп, это прибор для обнаружения различных предметов, либо осмотром каких-то помещений, ну, там, скрытых в труднодоступных местах. Под потолочек где-то, что мы не можем залезть, можем вот, как бы, вставить данную камеру. Здесь все это видно, она с подсветкой, изображение, все записывается на флеш-карту. Современная техника и, конечно же, профессионализм позволяют следователям-криминалистам распутывать такие преступления, которые еще лет 10 назад могли попросту остаться нераскрытыми. Поэтому на место происшествия берется весь комплекс оборудования. И это далеко не один увесистый чемодан. Доказательств много не бывает. Сегодня жулик скажет, что он причастен, завтра он скажет, что не причастен. Так что мы начинаем все, даже по очевидному преступлению, все равно работать на сбор доказательств. Доказательств, еще раз повторюсь, много не бывает. Улики собираются по крупицам. Этот осветительный прибор незаменим в работе следователя-криминалиста. Его используют для обнаружения биологических следов, которые преступник усердно уничтожал. Все следы, как бы, видно только вот в таких очках специальных. На фоне, когда мы просматриваем, то есть если это бывают пятна, замытые кровью, они обычно у нас выглядят через эти очки темного цвета. С первого дня образования Следственного комитета здесь работает Максим Гультяев. Начинал рядовым следователем. Потом занимался особо важными делами. И вот уже 7 лет трудится следователем-криминалистом. Сегодня он один обслуживает всю Бийскую зону. В нее входят 16 районов. По итогам 2015 года в региональном конкурсе «Лучший по профессии» Гультяев признан победителем. Знали, подошли. Не считаясь личным временем, всегда как бы выезжаем. Но это даже работа. Кто-то на самом деле должен делать. Семья с тяжелой работой добытчика улик уже давно смирилась. Все понимают, что мне работа нравится. И то есть супруг сказал, ну нравится, тогда будем, значит, какие-то неудобства воспринимать так, как оно и должно быть. Максим Гультяев каждый день выезжает минимум на одно тяжкое преступление. Нередко он безошибочно устанавливает виновных лиц. Один из примеров убийства в Бийском районе. Тщательно замаскированное под безвестное исчезновение. Грамотно спланированные мероприятия помогли разоблачить преступника. Максим Гультяев участвовал в расследовании уголовного дела по факту гибели школьницы в селе Ясная Поляна, когда на девочку обрушился потолок. Руководил проверочными и поисковыми мероприятиями на реке Ануй, где утонули трое несовершеннолетних. Занимался громким уголовным делом о двойном убийстве супружеской пары и взрывом магазина «Корзинка». В итоге запутанные криминальные истории, а также неочевидные преступления удалось довести до суда. Качественно приведенный осмотр – это больше половины успеха при раскрытии тяжкого или особо тяжкого преступления. Точность, объективность, внимание к мелочам – по-другому нельзя. На плечах следователя-криминалиста тяжелый груз ответственности, ведь каждое уголовное дело – это чья-то судьба. И это все на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Не нарушайте закон, и тогда он всегда будет на вашей стороне. Счастливо, увидимся через неделю. Все, давай, все, пошел, пошел. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА